Сотрудники Рязанского областного клинического наркологического диспансера уверяют, что рейтинг трезвости составлен по данным 2017 года и доверять ему не стоит. При составлении рейтинга учитывали число правонарушений, связанных с алкоголем и оборотом самой продукции, а также число умерших от отравления и число больных с диагнозом алкоголя, алкогольной психозы. Вот только сотрудники уверяют, последние два показателя это данные за 15-16 года. Андрей Тарасов, заведующий диспансерным отделением, уверяет, что наиболее достоверный показатель для такого рейтинга это именно алкогольные психозы. И здесь статистика обратная. Диспансерная группа больных хроническим алкоголизмом за 9 месяцев 2018 года сократилась почти на 5% по сравнению с таким же периодом прошлого года. По данным Росстата за 9 месяцев 2018 года в Рязанской области на 20% с лишним снизилось число отравнений алкоголем с летальным исходом. А поддиспансерное наблюдение лиц с первичным хроническим алкоголизмом взято на 10% меньше, чем за прошлый год. По данным Росстата, Рязань наоборот поднялась в списке, а не упала в показателях. Плюсом идет и профилактическая работа самого наркологического диспансера. Это проведение массовых акций, так и лекций для узкой аудитории. В самом здании есть и мотивационный кабинет психологов, который анонимно может обратиться любой желающий. Сотрудники наркологического диспансера рассказали, что самые частые жалобы на алкогольное отравление поступают именно в праздники. А ближайший и долгожданный – это Новый год. Андрей Тарасов дал несколько советов, как правильно вести себя. Следует помнить, что прием алкоголя даже в самом небольшом количестве может привести вред здоровью. И если уж вы все-таки употребляете спиртное, выпивать нужно, первое, не спеша, не смешивая различные алкогольные напитки между собой и придерживаться так называемому «золотому правилу». То есть употреблять не более одной дозы алкоголя в час. Ну, одна доза, условно говоря, это 180, допустим, миллилитров вина, там 300 грамм пива или 30 миллилитров каких-то крепких алкогольных напитков. Также следует пить достаточное количество воды, чтобы снизить риск обезвоживания и умеренно есть. Андрей Тарасов напомнил, что все-таки Новый год – это не вечное застолье, а свободное время, которое лучше провести в кругу семьи. Валерий Седов, Игорь Глоутов, телекомпания «Город».